Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Марина Самойлюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Зима грядущая. Что нам готовит? Члены Брестского областного комитета проанализировали подготовку жилищно-коммунальных служб к осенне-зимнему сезону. Кадровые ротации на Брещене. Глава государства утвердил в должности новых руководителей четырех райисполкомов. Что нам стоит дом построить и обустроить? В областном центре прошла шестая строительная выставка «Ваш дом». А дорога длинную ленту и вьется. Брещена отмечает День автомобилиста. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. И начнем, на наш взгляд, с очень важной темы. Итоги социально-экономического развития Брестской области за девять месяцев текущего года подвели на очередном октябрьском заседании область полкома. Проблемы, повлиявшие на замедление темпов роста показателей по региону в третьем квартале и пути эффективного исправления сложившейся ситуации – основные вопросы, которые стояли на повестке дня. В ходе мероприятия также была дана оценка готовности служб жизнеобеспечения населения к работе в осенне-зимний период. Какие работы были проведены в межотопительный сезон и что еще предстоит сделать коммунальным предприятиям в ближайшее время – тема актуальная. А потому этим вопросам было уделено особое внимание. Анастасия Стропко продолжит тему. Первый вопрос, который стоял на повестке дня октябрьского заседания исполнительного комитета, был посвящен итогам социально-экономического развития региона за девять месяцев текущего года. По словам заместителя председателя Брестского области полкома Михаила Юхимка, в целом в области обеспечивается развитие экономики, но устойчивости в темпах роста нет. За январь-август текущего года Брестской областью выполнены прогнозные показатели по экспорту товаров, а также номинальной среднемесячной заработной плате. Положительные темпы роста сложились по воловому региональному продукту – 103,3% при прогнозе на 2013 год – 109,9% и экспорту услуг – 113,6% при прогнозе 118,5%. Прямых иностранных инвестиций за первое полугодие привлечено более 60 миллионов долларов США, но некоторые области экономики в третьем квартале в силу различных причин замедлили темпы роста. Беспокойство вызывает снижение объема в первую очередь в сельском хозяйстве, темп роста воловой продукции 95,7% при годовом плане 106,5%. На транспорте объем перевозок груза 95,5%, объем перевозки пассажиров 98,1%. По промышленности рост объема производства в физических объемах составил 103,4%. Это тоже второй показатель в республике, однако годовые задания, доведенные до области, составляют 110%. Проблема в таких отраслях, как текстильное и швейное производство, на сегодня это 92,6%, это производство машин и оборудования 93,2%, это химическое производство 94,8% и производство и распределение электроэнергии. Особую обеспокоенность вызывает ситуация, которая складывается в сельском хозяйстве. Брещено заслуженно считается одной из самых аграрно успешных областей республики и потому проблемы в этой отрасли заслуживают особого внимания. В этом году непростые погодные условия в немалой степени повлияли на результаты уборочной страды. Многие хозяйства не набрали десятки тысяч тонн зерна. Помимо природной нестабильности, порой и человеческий фактор играл немалую роль. Некоторые руководители провели недостаточную работу по внедрению прогрессивных технологий заготовки кормов. В третьем квартале продолжилась тенденция замедления темпов роста развития основных отраслей экономики за исключением промышленного производства. Выросло отставание от уровня прошлого года объемов производства валовой продукции сельского хозяйства. Если по полугодию был хоть и небольшой, но прирост производства, то по 9 месяцев снижение на 4,3%. Актуальная тема затоваренности складов также не могла остаться без внимания. По сравнению с началом года на 4% выросли складские запасы готовой продукции. Ситуация не критическая, но тенденция на увеличение не может оставаться без внимания, как и качество производимых товаров, которое порой находится не на самом высоком уровне. Нежелание развиваться и улучшать ассортимент и маркетинг порой приводит к не самым лучшим результатам. Предприятие, которое не может реализовать продукцию, становится убыточным. И как следствие возникает вопрос о целесообразности его существования. Если говорим мы о убыточных предприятиях, то, конечно, доля, если по республике 9,6% среди предприятий убыточные, то у вас 13,1%. С этим нельзя мириться. Надо посмотреть. Сегодня говорил и Петр Николаевич о тех предприятиях. Не надо держать их, если они являются обузой в экономике. Да, это сфера занятости, но тем не менее надо или объединить, или как-то профилировать эти предприятия. Но просто содержать рабочие места – это уже недопустимо. Ни одна экономика даже в идущих стран не выдержит такие наши подходы. Степень готовности служб жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду был вторым по очереди, но не менее актуальным по значимости вопросом заседания. В целом выполнены все намеченные работы по подготовке объектов жизнеобеспечения области к работе в зимних условиях. Состояние котельного оборудования на котельных областях в целом удовлетворительное. Запланированный объем ремонтов обеспечит необходимую работоспособность и безопасность оборудования. На всех котельных областях, отапливающих социально значимые объекты, имеется резервное оборудование. Организации области укомплектованы инженерно-техническими работниками, эксплуатационным и ремонтным персоналом котельных. Всего в области насчитывается 4681 потребитель тепловой энергии и 2127 теплоисточников. Все они, согласно плану подготовки к осенне-зимнему периоду, к 1 октября должны были оформить паспорта готовности, с чем подавляющее большинство, около 99%, справились успешно. Оставшимся предприятиям необходимо решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Как и остальным руководителям, ответственным за решения обозначенных в ходе заседания проблем, необходимо найти как можно скорее способы исправления ситуации, сложившейся в некоторых сферах экономики области. До конца года осталось чуть более двух месяцев, а потому работать придется максимально оперативно. Роль и ответственность местной вертикали власти в ближайшее время будут усилены. Об этом 22 октября заявил Александр Лукашенко, проводя кадровые ротации. Новые руководители появились сразу в трех районах Брестской области – Жабенковском, Кобринском и Ляховичском, а также в городе Барановичи. Курировать вопросы агропромышленного сектора региона с сего момента будет Николай Токарь, которого глава государства назначил заместителем председателя Брестского облсполкома. Давая согласие на назначение руководителей местных исполнительных органов, Александр Лукашенко предупредил, что они фактически будут на переднем крае в работе с людьми. «Вас видят все, даже порой, когда вам этого не хотелось бы. Поэтому многое зависит от вашей порядочности, чистоты и от той справедливой политики, которую вы будете проводить в своем регионе». У местных органов власти появится больше свободы в принятии решений, но ответственность за результат усилится. На такие правила управления президент ориентировал новых руководителей районного звена, нацелив их на напряженную работу с акцентом на социальную сферу и производство. Представление к должности прошло на этой неделе во всех четырех районах Брестской области и в облсполкоме. Четыре новых руководителя в регионах Брещины для Жабенковского, Кобринского, Ляховического районов и для города Барановича это своеобразный толчок к решению задач на более высоком уровне, новом, с прежней мудростью и опытом уже бывших председателей, с энтузиазмом и решительностью вновь назначенных. Новая метла, говорят в народе, по-новому метет. Это так. Но и прежний опыт тоже пригодится. Тем более, что каждый из пришедших на должность понимает и меру ответственности, и возложенные на него обязанности. Федор Колончук, председатель Жабенковского райисполкома, прошел все ступени работы госслужащего, реально оценивает ситуацию. В первую очередь необходимо решать те задачи, которые были поставлены главой государства вчера. Это в первую очередь развитие малых городов, а сюда входит все. Это и социальная сфера, это и дороги, инфраструктура, это больницы, это школы. Вот. Это в первую очередь и агрогородки, которые созданы, и поддержка тех деревень, благоустройства, которые не входят в составы городков. Назначенный председатель Кобринского райисполкома Александр Зазуля, представление к должности которого состоялось накануне, обладает всеми качествами лидера. Он не понаслышке знает, какие проблемы есть в районе, знает, что тревожит людей. Александр Иванович на протяжении многих лет был депутатом городского совета. Последние годы представлял интересы кобринчан в парламенте. Он депутат палаты представителя национального собрания Республики Беларусь. Понимает серьезность ответственности, которая легла на него, понимает и значимость своей работы. Кобринщина – регион достаточно развитый и постоянно развивающийся. Потенциал огромный, сделано немало, но и дел грядущих глазом не окинуть. В районе, я считаю, нет вопросов, которые незначимы. Все вопросы значимы. Ну а, конечно, экономика. Экономика, которая и сельхознаправление, экономика. Сегодня Кобрин, ведь он такой универсальный у нас регион. Здесь присутствует очень серьезная составляющая как промышленных предприятий, так и сельхозпроизводителей. Поэтому, не разобравшись с экономикой, не понимая, вот если мы все вместе, кобринчане, начиная от рабочего, заканчивая руководителем, не сорганизуемся, не будем понимать, что зарплату нужно зарабатывать. Что все сегодня стоит денег, что нужны ресурсы, которые в районе должны складываться. Вот это вот понимание сформируем, будем идти по этим правилам играть, жить по средствам, стараться. Значит, я не сомневаюсь, что потенциал кадровый у нас достаточный для того, чтобы вот эти позиции выдержать и достичь тех результатов, которые сегодня над Кобринщиной стоят. Я сделал все, что мог и что умел, говорит уже бывший председатель Жабенковского райисполкома Николай Токарь. Под его руководством регион стал одним из лучших на Брещене, хотя пятерку себе. И своим подчиненным Николай Васильевич так и не поставил работы еще непочатый край. А иначе быть и не может. Поэтому новое назначение воспринимает как возросшую в остократ ответственность. Уже не только за отдельный район, но и за весь Берестейский край. Во главу угла Николай Токарь ставит прежде всего такие вопросы, как наведение порядка на земле, на мехдворах. Нужно продолжать работу при конструкции и модернизированию молочно-товарных ферм. Именно эти направляющие стоят под особым контролем у нынешнего куратора агропромышленного комплекса Брещены. Первый шаг это сегодня думать уже о севе весеннем. Думать о зимовке, полноценной зимовке скота. Мы должны разобраться с кормами, должны сделать хороший полный анализ с тем, чтобы получить в зимний период максимум животноводческой продукции. Молоко – основа основ любой экономики, любого хозяйства. Если нет сегодня достаточно количества объемового производства молока, там нет экономики. Поэтому мы должны основу, как и вчера президент озвучил, молочное скотоводство – это главный критерий работы на селе. Тем более, что очень много внимания уделяется модернизации ферм в последнее время на Брещене. Вводится реконструкция, ведется модернизация ферм. Это основа экономики – животноводство. А уже дальше складывающие отсюда, слагаемые, сопутствующие. Поэтому животноводство – основа внимания. Если туда будет направлена основная задача. При весе, надое, качественной и полновесной урожай за всем этим стоят люди, сельские труженики, которые хотят хорошо жить, учить своих детей пользоваться благами цивилизации. Поэтому забота о людях, об их благосостоянии должна стоять на первом месте. Зарплату людям надо платить. Надо платить. Это главная наша задача. Зарплата должна быть выплачена. Но она должна быть заработанной заработной платой. Не просто так. Ее надо заработать. А чтобы заработать, надо сесть с карандашом и посчитать, куда мы тратим, что мы тратим, что мы сегодня приобретаем. Может быть, что-то ненужное уже купили и лишнее даже. Надо немножко приужаться, затянуть чуть-чуть ремешок. Но зарплату люди должны получать однозначно. Лариса Осмоловича, Александр Воронин, Юрий Киндин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Букинформ». Продолжаем выпуск. Осенняя традиционная выставка-ярмарка «Ваш дом» прошла на минувшей неделе в городе над Бугом. Ежегодно форум собирает на одной площадке десятки представителей предприятий и организаций строительной отрасли нашей страны. Новшество в товарной линейке и технологические инновации – информация важная и полезная для каждого, кто занят сейчас или только планирует решение своего жилищного вопроса. Тысячи брещан и гостей нашего города уже давно оценили преимущество возможности найти все и сразу, а потому открытие выставки многие ждали с нетерпением. Чем удивил и порадовал береститься в состоявшийся форум и какие новинки сегодня могут предложить строительные предприятия края, узнавала и наша съемочная группа. Шестая специализированная выставка-ярмарка «Ваш дом» прошла на этой неделе в городе над Бугом. Традиционно в конце октября в Брестском и легкоатлетическом манеже собираются десятки представителей предприятий строительной отрасли Беларуси. С каждым годом перечень товаров и услуг становится все более широким, а их качество – все более высоким и современным. В этом году около 80 организаций привезли на выставочную площадку свою лучшую продукцию. Исторический Брест всегда был светующим звеном между Западом и Востоком. К концу 19 века он стал одним из ведущих центров, который славился своими неживотными яблоками. Некоторые из них считались лучшими для белорусских земли. Я думаю, что наша выставка, которая проводится вот сейчас уже в начале 21 века, является достойным удовлетворением тех исторических традиций. За время своего существования она создала репутацию не только серьезной презентации лучших образцов продукции в строительной отрасли, но и комфортной площадке для обменом мнениями, опытом, знаниями как для бизнес-кругов, так и для тысяч посетителей. Брестская область – одна из лидеров в стране по объемам строительства и проведения выставки-ярмарки такой специализации необходимо и оправданно. Современные строительные и отделочные материалы, окна и двери, сантехника и система водоснабжения, отопление и кондиционирование, электротехнические изделия, светотехника, металл и металлоизделия, мебель, техника для дома и предметы интерьера. И это далеко не полный перечень товаров, представленных в рамках проекта. А я думаю, здесь все интересно на выставке. Значит, в первую очередь у нас один из экспонентов должен быть альтернатива общества. Они активно занимаются с нашими проектными организациями и вообще в республике по разработке системы для энергоэффективного жилья. Ряд организаций выставляют свою продукцию, свои новинки. Может быть, посмотреть комплексный подход к решению систем отопления и довольно экономичных, хороших аппаратов, котлов собственного производства «Альфа-Колор». Возможность собрать на одной площадке предприятие, представляющее практически весь ассортимент необходимых при строительстве жилья товаров – настоящий подарок и для потребителей, и для организаций. Возможность найти, сравнить, услышать отзывы и получить профессиональную консультацию уже давно сделали форум популярным, и его проведение с нетерпением ждут и участники, и гости. Мы считаем, что данная выставка очень полезна и нужна, она проводится и дает толчок для продаж нашего оборудования, для монтажа, вообще для ознакомления населения области, Брестской области, для того, чтобы люди понимали и знали, у нас самые дешевые цены и надежное оборудование, которое позволяет сделать комфорт в жилом доме наших граждан. Вот сами видите, люди есть, все ходят, интересуются. У нас уже в первый же день, в первые часы есть результаты, уже есть клиенты, вот, и люди интересуются. Поэтому, конечно, выставка и расширять ее, диапазоны все, для того, чтобы, естественно, наши клиенты, они знали о нас. С каждым годом все шире представлена в рамках форума «Продукция ремесленников». Именно предметы интерьера, порой небольшие по размерам, играют огромную роль при создании уютного и комфортного жилья. А потому возможность найти на выставке-ярмарке, кроме строительных, материалы для души, делает ассортиментный перечень товаров разнообразным и учитывающим все пожелания. Каждая игрушка, каждая вот куколка-сувенир, она действительно несет в себе теплоту того человека, теплоту рук, который создал ее. И вот когда человек подходит, выбирает себе, он ищет именно близкую для себя какую-то родную. Вот, и потом человеку эта куколка кому-то приносит счастье, кому-то она приносит удачу, кому-то она просто дарит вот теплото свою. У каждого из гостей выставки-ярмарки «Ваш дом-2013» были свои цели посещения. Кто-то собирается или строит жилье, кто-то пришел по вопросам работы, а кто-то только учится делу планировки и строительства, и поэтому о новинках хочет узнать из первых уст. И, судя по откликам, без ответов и результатов не ушел никто. Очень обширной была программа и список участников. Постоянно посещаем, потому что муж архитектор, нам надо знать все, что делается в нашем регионе и вообще в республике, что нового. Моя будущая специальность связана со строительством. Мне интересно было посмотреть новые технологии, что здесь будет представлено. У меня есть маленький участок, и я себе там хочу строить небольшой домик. Здесь очень много и большой выбор всех материалов для строительства. Это очень интересно. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. В это воскресенье отмечают свой профессиональный праздник те, кто не может представить свою жизнь без машины. Те, кто днем и ночью в пути. Это автомобилисты. Кто-то из них только начинает свой водительский стаж, а кто-то за рулем уже много лет. С водителями мы сталкиваемся в маршрутном такси и автобусах. Они виртуозно маневрируют большегрузными кранами и фурами. В своем большинстве это настоящие профессионалы, которые могут принять необходимое решение в самых экстремальных ситуациях. С одним из таких талантливых автомобилистов познакомилась Анастасия Наздрин-Плотницкая. Анатолий Марчук верен своей водительской профессии уже более 30 лет. За рулем с 1976 года. На его счету не одна тысяча километров дорог, сотни рейсов и маршрутов. Выбрал свою профессию Анатолий Марчук не сразу. После окончания школы Анатолий Александрович пошел работать на завод. Но вскоре понял, что это ему не по душе. Водить мужчине понравилось еще в армии, по возвращению из которой устроился работать шофером, причем сразу на грузовик. А на протяжении почти 37 лет работают в одной и той же организации. В 1975 году получил права. Никогда их не менял. Так эти раскладные так и есть, как они старого бросать из стола на предупреждение. Даже не менял до сей поры. Это красная книжечка, как раньше называли. Но в армии два года служил. Навыки приобрел. Но после этого решил на завод не возвращаться ни в коем случае, потому что как тюрьма, там не выйти никуда, все на одном месте. Ну а тут все-таки разнообразная работа, среди людей, туда все. Ну так. Предлагали на пассажирские перевозки или на дальний бой, но желание не изъявил ни туда, ни сюда. Как на самосвалах начал, так на самосвалах всю жизнь работает. Несмотря на напряженный график работы, у Анатолия Марчука счастливая семейная жизнь. Любимая супруга, которая верно ждет с рейса. И дети, которые никогда не оставались без внимания любящего отца. На работе Анатолий Александрович на хорошем счету. Коллеги его ценят и уважают. Руководство поручает самые ответственные задания. А к профессиональному празднику сделала отличный подарок – новый рабочий автомобиль. Своему новому МАЗу Анатолий Марчук очень рад. Поэтому хочет отъездить на новой машине еще не одну сотню километров. Когда дети поменьше были, как-то было немножко… Ну хотя тогда командировки не ездил, когда дети малые были. А потом, когда после Чернобыля посылали, там ликвидация была. В последствии в 89-м году тоже там 4 месяца был. Ну, уже жена тогда беременная была. Но все равно военкомат сказал, надо родине помогать. Ничто не посмотрел на это. Говорит, двое детей, говорит, все, достаточно, можешь дальше уже ехать куда хочешь. Ну так уже дети сейчас подросли, тем более взрослые. Так что особых проблем не вижу. Спасибо ему, конечно, за его добросовестность. Нам очень приятно работать с такими людьми, которые выполняют все наши требования. Потому что, естественно, и с нас требуют и выполнения планового задания, и доходы, чтобы мы привозили нормальные. Вот это такой человек, который именно беспрекословно выполняет все наши требования. На предприятии «Брест-Обл-Автотранс» есть старая добрая традиция. Чествуют лучших работников. Выручаются грамоты и подарки. И, что немаловажно, поощрительные премии. Этот год не стал исключением. За благотворный и качественный труд на собрании отметили лучших из лучших, как водителей со стажем, так и молодежь. Анатолия Марчука в этом году наградили почетной грамотой Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь. Анатолий Александрович уверен, что этот подарок послужит хорошим стимулом для дальнейшей работы. Национальная система электронного дорожного сбора «Белтол» начала свою работу 1 августа. За три месяца после ее ввода в эксплуатацию сотрудники транспортной инспекции по Брестской области зарегистрировали порядка 4 тысяч нарушителей. Несмотря на тот факт, что их число постепенно идет на убыль, страсти вокруг новой системы не утихают до сих пор. С завидной периодичностью у автовладельцев возникают все новые и новые вопросы о нюансах работы «Белтол». В преддверии Дня автомобилиста наша съемочная группа попыталась выяснить самые популярные ошибки, которые по незнанию совершают водители. Уже около двух месяцев на штрафстоянке Брестского филиала транспортной инспекции сиротливо стоит синий автомобиль марки Volkswagen Passat. Его владелец, гражданин Германии, разменявший сотый десяток, наездил по белорусским дорогам без бортового устройства почти на 3 тысячи евро. А все потому, что не ознакомился при въезде в нашу страну с ноу-хау на белорусских дорогах. Сегодня в силу резонанса иностранцев нарушителей становится меньше, чего нельзя сказать о так называемых транзитчиках, гражданах Беларуси, купивших заветного железного коня за границей. Всему виной незнание некоторых нюансов системы «Белтол». Транспортное средство, которое вгоняется именно на транзитных номерах на территории республики, и даже пройдя растаможку, все таможенные оплатив пошлины в республике, еще не зарегистрированы территории Республики Беларусь. И в этом случае они должны обязательно приобрести бортовое устройство и платить за дороги, двигаясь по платным дорогам в обязательном порядке. Поэтому у транзитчиков, колесящим по дорогам первой категории с индексом М, без бортового устройства есть все шансы заплатить за проезд увеличенный размер оплаты. Такая же участь может постигнуть и тех водителей-международников, которые при получении пропускного устройства неправильно декларируют количество осей у автомобиля. Та же история и с легковушками, стекла которых тонированы заводской металлизированной пленкой. Также транспортные средства, которые въезжают на территорию республики, в основном это касается легковых автомобилей, в некоторых случаях имеют металлизированные стекла. Это сразу предусмотрено заводом-изготовителем. Этот момент должен знать именно владелец, собственник транспортного средства. И когда заполняет договор, приобретает бортовое устройство в Белтоле, он отвечает на этот вопрос, оно у него металлизировано или не металлизировано. Если оно будет именно таким, сигнал от бортового устройства не будет восприниматься системой, и она не будет видеть это бортовое устройство, и также можно проехать по дорогам и заработать многое количество нарушений, и, соответственно, тоже в будущем заплатить большой увеличенный размер оплаты. Чтобы избежать нежелательного статуса нарушителя, владелец авто при приобретении бортового устройства должен предупредить о тонировке сотрудников Белтол. После чего они закрепят электронный прибор в определенное место на лобовом стекле. Недалеко ушли от увеличенного размера оплаты и те, кто ездит под контактными рамками на автомобилях без номеров. Надежда на знаменитый авось не спасает даже тех, кто объезжает платную магистраль. Транспортная инспекция предупреждает, неиспользование транспортных номеров на автомобилях включет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин. Поэтому автолюбители должны помнить, незнание правил и требований не освобождает от ответственности. Семья – это общество в миниатюре. Она воспитывает и обучает, формирует характер и прививает привычки. Здесь есть поддержка и взаимопонимание, уважение и любовь. Многодетная семья – это образец для общества. В них у каждого есть свои обязанности и заботы. Тут место общим горестям и радостям, неудачам и успехам. Честование многодетных семей для территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста уже давно стало доброй традицией. Каждый год проводятся различные праздники и мероприятия, выставки и состязания. Не стал исключением и этот год. Накануне в центре прошел конкурс «Лучшая многодетная семья Московского района». Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Конкурсный отбор участников для финала шел долгое время. В нем приняли участие семьи, воспитывающие не менее трех детей до 18 лет и старше, проживающие на территории Московского района города и имеющие гражданство Республики Беларусь. В финале перед зрителями пристали три семьи, которые поспорили за право считаться лучшей семьей Московского района города Бреста. Это мероприятие будет проходить в виде конкурса, где мы определим лучшую семью, которая займет первое место, креативную семью и определим ту семью, которая под своей дружбой займет также одно из призовых мест. «Мы когда познакомились, мы поняли, что мы созданы друг для друга и держимся друг за друга, потому что мы понимаем, что в жизни нужно идти вдвоем. И та любовь, которая у нас есть, она живет внутри нас, и мы не предаем ее, эту любовь. И она нас сдерживает в каких-то плохих поступках». В рамках конкурса его участники соревновались в четырех номинациях – визитная карточка, история традиции семьи, творческий конкурс и спортивное состязание. Безусловно, жюри было невероятно трудно принять решение. Каждая семья выступала ярко и необычно, поэтому, независимо от итогов, все они лучшие из лучших. «В первую очередь, благодаря отношениям в семье, теплым, нежным, все основывается на доверии. Ну, тогда это все очень просто. Трое детей, больше, все очень легко становится». «В семье воспитывается шестеро детей, замечательные папы, замечательные дети. Все они занимаются у нас в различных кружках, занимаются спортом, ведут активный образ жизни. Ну, наверное, этим примером являются их родители, мама с папой, которые пропагандируют такой здоровый образ жизни». Конкурс призван повысить статус и престиж семьи в обществе, а также послужить примером для формирования традиционных духовно-нравственных ценностей. Оценивалось не только оригинальность, но и музыкальное сопровождение, режиссура, юмор, смекалка. Праздник стал ярким и запоминающимся мероприятием. Организаторы конкурса уверены, что в следующем году подобные праздники соберут такое же большое количество желающих. Вы смотрели итоговую программу «Бук.Информ», и это все, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук.ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале «Бук.ТВ», и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Марина Самойлюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. 27-28 октября территория Брещины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, смещающихся с юго-запада Европы. Это обусловит в регионе переменную облачность, туманы и дожди. В воскресенье 27 октября ночью во многих районах днем ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах образуется туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 12-14, максимальная днем 14-16 выше нуля. В понедельник, 28 октября, ночью и в течение дня на большей части территории Брестской области пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный ночью сменится на западный порывистый в течение дня. Температурный фон ночных часов составит 12-14 градусов со знаком «плюс». Дневной максимум окажется в пределах 15 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова